Где растет монстера в природе, родина растения. Монстера – растение семейства ароидных класса однодольных. Всего известно более 20 видов причудливой лианы. Появившись в тропиках, она распространилась по всему миру. Некоторые виды приспособили для выращивания в оранжереях и домах. Монстера эффектно смотрится в больших помещениях, когда есть возможность пустить множество воздушных корней и расти, цепляясь за опоры. В популярности цветку придают легенды и приметы, наделяющие его чудовищными свойствами. Как узнать монстеру? Вечно зеленое растение известно благодаря легендам, называющим его убийцей. Считают, что оно может причинить вред человеку, вплоть до летального исхода. Что собой представляет монстера? Что это за растение такое монстера? Монстера – это тропическая лиана. Но она не отличается прихотливым характером, поэтому встретить ее можно в квартирах и офисах. Иногда монстеру называют пальмой. При этом обращают внимание на ее листья и способ крепления к соседним растениям. Некоторые виды пальм имеют ползучие и лазающие побеги. Обратите внимание. Часто говорят об угрозе, исходящей от цветка, называя его чудовищем. Так с латыни переводится название необычного представителя флоры. Однако есть другое толкование этого слова, причудливое или удивительное. Так что такое монстера – растение, приносящее неудачу и энергетический вампир или красивая лиана, наделяемая опасными свойствами по незнанию. В джунглях находили останки людей, скелеты которых были оплетены и пронизаны ветвями цветка. Тому есть объяснение. Из описания монстера известно, что растение способно образовывать воздушные корни. Они делают лиану независимой от грунта, хотя они постоянно продолжают тянуться к нему. Именно корни пугали людей, отбрасывая тени и принимая причудливые очертания. Испуганным путешественникам казалось, что они видят щупальца страшного монстра. В зарослях джунглей не раз терялись заблудившиеся путники. Они погибали от голода, жажды или лап диких животных и застревали в ветвях многочисленных растений. А корни монстера позже прорастали через их кости. Люди же видели только мертвецов, оплетенных чудовищной, по их мнению, лианы. Джунгли. Ботаническое описание. Монстера с возрастом постоянно меняется. Это касается не только ее размеров, но и разрезанных листьев. А именно они являются одной из главных особенностей тропического цветка. Как выглядит монстера. Листья крупные и резные, по форме они напоминают лопухи. Диаметр их достигает 85 сантиметров. Когда они только появляются, находятся в свернутом состоянии и не имеют прорезей. Они образуются с возрастом. Сначала выглядят как слегка продырявленные, к концу жизни же становятся полностью разрезанными. Корневая система развита хорошо. Растение не может существовать без опоры. Выпускает воздушные корни, помогающие зацепиться за все, что ее окружает. Они тянутся к земле, пытаясь получить питательные вещества. Если же укорениться не получается, на росте и здоровье цветка это не отражается. Воздушные корни – самая нежная часть растения, несмотря на то, что они твердые и жесткие. Именно они моментально реагируют на изменение климата, недостаток или переизбыток влаги. Стебли плотные и длинные, лазающие, цветки, собираются в початки, имеющие форму цилиндра. Позже на их месте формируется съедобный плод. У него сочная мякоть желтоватого оттенка. Главное, употреблять ее в пищу, когда плод поспеет. Обратите внимание, большие резные листья монстера – ее особенность. Они отличаются по форме, виду прорезей и окрасу. Самый популярный вид – деликатесная или привлекательная. В естественной среде обитание монстера довольно быстро растет и взбирается на другие деревья на высоту до 12 метров. Живя в помещении, лиана не способна достичь подобных размеров. Обычно она вырастает до 1 метра при наличии опоры, максимум вытягивается при правильной поддержке до 5 метров. Селекционеры вывели множество сортов и видов растения, например. Монстера Адансона, на листьях которой расположено множество отверстий, разбросанных в произвольном порядке. Монстера Мраморная имеет зелено-бежевый окрас. Он распространяется не только на листья, но и на стебли. Монстера Пробитая – листовые пластины ее продырявлены в разных местах. Отверстия продолговатые, длина их постоянно меняется. Монстера Пробитая – где растет монстера? Монстера, родина которой является Центральная Америка, получила широкое распространение по всему миру. Уже в 19 веке она попала в Юго-Восточную Азию, быстро и успешно прижилась на новых территориях. К сведению, иногда местом происхождения монстеры называют Африку – родину папирусу. Но климат жаркой страны довольно засушлив, а палящее солнце пусто невыносимо для влаголюбивой лианы. Среда обитания в природе. Растение предпочитает тропические горные леса. Она может подниматься на километр над уровнем моря. Где растет монстера? На территории Бразилии, в Мексике. На полуострове Юкатан, который расположен между Мексиканским заливом и Карибским морем. Со временем тропическая лиана начала перемещаться по миру и прижилась на территориях с умеренным климатом. Родина растения монстера, Южная Америка, обеспечивает идеальные условия для существования многих цветов, деревьев и трав. В тропических лесах обитает более половины представителей мира флоры со всего мира. Поведение в дикой природе. Монстера выживает благодаря другим представителям флоры. Но она не паразит, не потребляет полезные вещества других обитателей джунглей, а просто использует их в качестве поддержки. Такие растения называют эпифитами. Они могут расти независимо от почвы и комфортно существовать среди густых зарослей. Воздушные корни дают им возможность перемещаться ближе к солнечному свету. В природе монстера может достигать в длину 250 метров. Живет растение около 30 лет, дома же продолжительность резко сокращается. Многие представители чахнут уже на пятый год. Даже необходимый уход, высокая влажность и обилие солнечного света не продлевают жизнь неприхотливого растения. Важно! Листья тропической лианы ядовиты. Они выделяют сок, который при попадании на слизистые оболочки вызывает ожог. Особенно опасно его воздействие на глаза. А если выпить его в больших дозах, возможен летальный исход. Избавиться от последствий довольно просто, достаточно помыть руки после попадания на них сока. Ягоды, являющиеся плодами растения, используют в пищу. Их специально выращивают и подают в качестве деликатеса. По вкусу они напоминают ананас, на который даже внешне похожа мякоть плода. Плод. Когда цветет монстера, соцветие появляется в начале весны. Плод формируется в течение 10 месяцев. На материке, где растет монстера, какими бы ни были погодные условия, каждый год завязываются цветки. Сначала лепестки плотно сжаты подобно тюльпанам, а потом раскрываются словно парус. Иногда его сравнивают с покрывалом, укутывающим початок. Он расположен в центре каждого цветка, похож на кукурузу, но только светлую. Может быть белоснежным, кипенно-белым или бледно-серым. Потом на месте цветка формируется плод. По размеру он совпадает с початком. Важно! Если съесть плод до созревания, то можно отравиться или обжечь слизистую рта. При изучении состава плодов деликатесной монстеры обнаружены следующие вещества и элементы. Витамин С, фосфор, кальций, тиамин. Также они содержат белки, жиры и углеводы. Почему плачет монстера? Иногда на листья монстеры появляются капли, напоминающие росу или слезы. Корти плач растения. Существует несколько версий, почему плачет монстера. Из-за повышенной влажности, например, в пасмурную погоду, при затяжных дождях. Воздушные корни поглощают влагу в больших количествах. А испарить ее естественным путем не успевают. Поэтому она образуется на листьях. В этом нет ничего мистического и страшного. Просто растение удаляет лишнюю жидкость. А влажный воздух не позволяет наладить испарение с листьев. Как только погода нормализуется, давление принимает нормальные значения, процесс прекращается. Иногда монстера плачет, когда ей, наоборот, не хватает жидкости. Но во влажных тропических лесах Южной Америки осадки обильны и равномерны в течение года. Поэтому подобная проблема возникает скорее при выращивании монстера в домашних условиях. Считается, что растение способно предсказать изменение погоды. Когда на ее листья появляются капли, значит скоро прольется дождь, прогремит гром. К сведению, на самом деле причина плача в том, что на листовых пластинах есть жилки, на которых расположены гедиаторы. Это особые органы, выделяющие капли жидкости при повышении влажности. Отсюда и появилось поверье, что монстера – живой барометр. Необычная лиана окружена массой слухов и легенд. Считается, что там, где обитает монстера, нужно ждать беды. Она способна забрать всю радость и позитивные эмоции, вернув печаль и негатив. Отчасти поэтому многие не стремятся вырастить комнатное растение или хотят избавиться от уже имеющегося. Но все опасные свойства растения, связанные с влиянием на энергетику и климат в семье, всего лишь выдумки. Научно доказанными фактами они не подкреплены.